Вы знаете, очень многие женщины опять-таки приходят ко мне и говорят, вот я люблю, допустим, какую-то поп-звезду, эстрадную звезду. И я понимаю, что прежде всего эта женщина не любит себя. Она готова полностью растворить себя, забыть, кто она такая. И вот она с этими вырезками, вот этой поп-звезды, не буду называть имя, мужчина, и она говорит, я следую за ним по всем концертам, и я надеюсь, что когда-нибудь он обратит на меня внимание, и вот тогда я стану счастлива. Я понимаю, что это очень несчастный человек изначально, понимаете? И у неё вот этот огонь фанатизма буквально горит в глазах, и всё это базируется на недостатке любви к себе. Человек просто думает, что вот когда поп-звезда, условно говоря, сойдёт с Алиэмпа, да, её полюбит, и вот у неё начнётся счастье. На самом деле всё обстоит совершенно иначе. Как только мы учимся быть счастливыми сами, как только мы учимся любить себя, как только мы понимаем, находим точку опоры в самих себе, то мы начинаем генерировать это счастье, мы начинаем генерировать эту Любовь в окружающий мир. И неважно, мужчина ты или женщина, но в большей степени женщины этим страдают, они не понимают того, что как только ты развиваешься как прекрасная личность, когда ты начинаешь себя любить, развиваться и так далее, ты делишься с другими людьми этим счастьем, ты делишься с другими людьми состоянием вот этой радости жизни. И если женщина считает, что вот когда её кто-то полюбит, пусть вот там этот вот, ну, может быть, пример, да, такой уже гипертрофированный с поп-звездой, ну, неважно, какой ты мужчина, меня полюбит, вот тогда я стану счастлива. Нет, нет, это совершенно неправильный подход. Вот когда мы научаемся быть счастливыми и делимся счастьем с другими людьми, и в том числе с любимым мужчиной, тогда получается гармония, тогда получается прекрасный союз. Как пишет Джозеф Мерфи, очень известный автор, я обожаю этого автора, он великий человек, я считаю, на самом деле, ну, вообще он богослов, там, автор многих-многих работ и так далее. Ну, он популяризатор этой идеи, в основном позитивном мышлении, считаю, он отец позитивного мышления. Он пишет о том, что счастливый человек — это человек с дисциплинированным сознанием. ты, любой человек, да, ну вот ты, вот ты вот как Личность, ты обладаешь способностью стать счастливым, если ты натренируешь свой разум. И как он пишет, мне очень нравится, если весь мир говорит тебе, что это невозможно, но ты говоришь, это возможно, потому что ты умеешь дисциплинировать свой разум. Как дисциплинировать свой разум? Я вам расскажу, как вот в свою жизнь, да, вот, например, сегодня я проснулась, у нас разница с Петербургом 4 часа, это много, поверьте, просыпаться тяжело, тем более, что я такая сова, но я проснулась так, говорю, так, спокойно, спокойно, сегодня самый счастливый день в моей жизни, я благодарна за всё, что происходит, и у меня всё будет замечательно. И вот таким вот образом я себя настраиваю. То есть это просто дисциплина ума. Понимаете, нас всю жизнь учили обратно. Нас постоянно кормят негативными новостями. Да, ребёнок, вырастая там в 12 лет, у него уже столько негатива, которые он принял за свою короткую жизнь, что он даже не представляет, что то, что он прочитал, книжка, которую он прочитал, или там какой-то журнальчик, который он прочитал в 10-12 лет, будет иметь огромный резонанс в своей жизни, когда ему будет 35-40 лет. А ведь это очень важно, это очень важно это понимать, да. И, естественно, я, и многие мои друзья, выросшие ещё в советское время, то есть, естественно, у нас было советское детство, нам очень трудно перестраиваться, но нужно, нужно, поэтому вот постоянная работа над собой, те же самые аффирмации, ничего в этом сложного или там утомительного нет. Многие психологи, собственно, я ещё когда училась в школе, актёрского мастерства, кстати, есть у меня такой тоже диплом актёрский, нам даже, я помню, тогда ещё психолог говорил, что просто развесьте бумажечки по квартире с позитивными утверждениями, если у вас плохое настроение, если вам тяжело. Что-нибудь такое весёленькое, что-нибудь подбадривающее, поддерживающее вас, да. Например, с каждым днём я становлюсь всё более молодым, красивым, с каждым днём моя жизнь улучшается. Сколько времени прошло, и до сих пор эта мудрость не прекращает всё существование, потому что с каждым днём, я действительно говорю, с каждым днём и во всём моя жизнь становится всё лучше и лучше. Если ты себе это не скажешь, тебе это никто не скажет. Я говорю, что нет такого Деда Мороза или той феи, который придёт, постучится в тебе дверь и скажет, вот всё, с сегодняшнего дня ты будешь счастлив, вот тебе мешок счастья, вот тебе мешок подарков, живи и радуйся. Такого нет. Я всегда говорю, что стань сам себе Дедом Морозом и психотерапевтом, и прекрасной феей. Только нужно знать как. Как? Для этого есть масса книг, для этого есть масса литературы. Пожалуйста, пойди в любой магазин, где продаётся литература по психологии, по позитивной мотивации, по успеху в бизнесе. Кстати, эти книги очень часто сочетаются друг с другом. То есть психология и успех в бизнесе, бизнес и психология очень сочетаются, вот заметьте. То есть если человек, у него позитивная психология, он всегда будет успешным. Вот этот позитивизм помог изменить жизнь человека. Конечно, есть такие примеры. Может быть, продвинуть бизнес. Да, безусловно. Может быть, вообще продвинять что-то. Безусловно. Немножко с другой стороны, зайду я вам скажу, что все те успешные люди, которых я знаю, сто процентов из них всегда весёлые, всегда позитивные, всегда говорят только о хорошем, всегда настроены на расширение, на успех, на процветание. Почему-то очень многие считают, что, допустим, успех, Наталья Праузина, в частности, это нечто, что-то такое волшебное. Вот повесил талисманчик, поставил лягушечку там, и что-то, и всё у тебя начинает валиться. Я всегда говорю, что, друзья мои, первая основа успеха — это труд. Постоянный, постоянный труд. То есть не бывает успешных бездельников. Это невозможно. Я сама работаю без выходных. Все мои друзья, так сказать, окружающие это знают. У меня выходных просто нет. У меня фактически нет отпусков. Если я даже еду на юг, в Турцию или куда-то, у меня там либо семинар, либо какие-то встречи, то есть обязательно что-то связано так или иначе с работой. То есть постоянная, постоянная работа, постоянное развитие — это уже просто норма жизни. И я, честно говоря, даже не представляю себе, вот, без себя, без работы, и не представляю себе, как можно вот жить, ничего не делать. Даже если уже будет там полное состояние, всё уже, всё хорошо, всё отлажено, я уверена, что я всё равно буду что-то делать. Во-первых, я буду, я даже знаю, что я буду писать картины, продолжать писать картины, потому что, когда я жила в Америке, я написала, в общем, такой цикл картин, которые, кстати, сейчас у меня купила французская фирма и продаёт эти картины в 83-х странах мира. Так, для интереса, может быть, любопытно узнать. Я просто очень люблю писать картины, я вообще очень творческий человек. И я считаю, что если ты делаешь что-то с удовольствием, ты обязательно достигнешь успеха. И при этом, если ты делаешь это с хорошим настроением, с открытым сердцем, неважно что, или ты хороший учитель, или ты хороший врач, или ты хороший писатель, если ты хороший специалист, ты обязательно достигнешь успеха. И вы знаете, очень многие люди любят жаловаться, вот если бы я родился в другой стране, вот если бы я родился в другой семье. Я когда это слушаю, я всегда говорю, Это психология бедности, это психология неудачника. Удачливый человек, успешный человек, который сам себя вытащил за волосы из болота, он никогда никому не жалуется. Есть даже такая поговорка «don't complain and don't explain». Никогда не жалуйся и никогда ничего не объясняй. Никогда не надо жаловаться. У каждого своя ситуация. Я тоже родилась в обычной семье, жила в хрущевке и так далее. Я её всё сделала сама. Я могу сказать, что всё возможно, если у тебя есть знания, если у тебя есть правильная мотивация, если у тебя есть любовь к себе. Вы знаете, замечательно есть ещё автор Трейси. Он американец, но он великолепный, очень талантливый человек. Мне очень нравится, как он говорит, что... Заметьте, что все успешные люди, они говорят о позитивных вещах, ну как я уже говорила, да? То есть они потому что понимают силу слова, силу мысли. Все неудачники всегда говорят о том, чего им не хочется. И в итоге они получают именно это. Они просто не понимают этого, да? Поэтому есть такая маленькая хитрость или вот маленький совет, который я могу такой магический в комочках дать, да, совет. Мы все живём в одном мире, на самом деле. Неважно, в какой стране это Россия, Украина, Египет, Турция, Малайзия, Америка, Канада. Неважно, Китай, всё равно. Проблемы в мире одни и те же. Растут цены, там инфляция и так далее, и так далее. Поэтому везде растут цены. И, допустим, когда мы получаем очередной счёт на квартиру, да, где там постоянно всё растёт, умножается на 25%, на 30% стоимость. Вот сейчас, например, у нас квартплата, я не знаю, как в Красноярске, в Санкт-Петербурге вот увеличилась на 30% с Нового года. Так вот, мой такой совет, и вот как раз не только мой, да, говорит, что как только ты видишь, получаешь такой счёт, ты понимаешь, что цены постоянно растут. Что делает 90%? 98% людей начинают говорить, какой кошмар, это совсем никуда не годится, что это такое, как мы будем жить, ну, вы знаете, да, что говорят люди, владеющие силой своего сознания. Они говорят, как хорошо, что мы богаты, как хорошо, что мы богаты. Пусть это даже сейчас не так, но надо научить себя это говорить. Как хорошо, что я богат, как хорошо, что мы богаты, что мы можем оплатить эти счета. Потому что ведь на самом деле что мы оплачиваем? Мы оплачиваем наш комфорт, нашу жизнь. Вот сейчас на улице минус 27, мы же посидим в тепле, правильно? Ведь люди не понимают, что мы платим за жизнь. Вот даже вот эти элементарные коммунальные услуги, на самом деле мы просто привыкли в советское время, что это стоило копейки. А ведь на самом деле, если думаться, это очень важно, это вода, это все энергоносители, которые будут только дорожать. Надо к этому быть готовым, да. Поэтому нужно по-другому относиться ко всему. Нужно благодарить за то, что ты имеешь. И говорить, как хорошо, что мы богаты, что мы можем оплатить наши счета. Даже если не можем, если мы так будем себя настраивать, рано или поздно придет какая-то сумма, и мы сможем это оплачивать. Если говорить откровенно, то я считаю, что кризис находится только в головах. На самом деле, действительно, кризис находится в голове. Точно даже, как и разруха, находится в голове, как говорил профессор Преображенского в известной книге «Сабычье сердце». Что такое разруха? Это что, старуха с клюкой? Нужно заниматься своим прямым делом, тогда не будет ни разрухи, ни кризиса. И если ты занимаешься своим прямым делом постоянно, и ты веришь в себя, у тебя никогда не будет кризиса. Поэтому, слушая выступления и ведущих экономистов, и супер-каких-то аналитиков и финансистов, которые говорят о причинах кризиса, о том, как он будет происходить, и как он будет заканчиваться, я понимаю, что они все не понимают, что происходит. Никто не понимает, что происходит. Я могу сказать, что если человек верит в себя, если у него нет кризиса в голове, ему экономический кризис не страшен. Он найдет возможность, как из несчастья сделать счастье, как из негатива сделать позитив, как из проблемы сделать возможность. И тогда он преобразит не только свою жизнь, но и жизнь окружающих. И поверьте, это не только слова. По крайней мере, если мы можем говорить обо мне лично, как для меня этот кризис чем обернулся? Тем, что я стала работать в 50 раз больше. Вот и всё. Я никогда не жалуюсь, я никогда ничего не объясняю. Я просто работаю. И я понимаю, что я либо это сделаю, либо это сделаю, либо это сделаю. Но в любом случае я обязательно получу вознаграждение за все труды. Просто нужно искать возможности, вместо того, чтобы сидеть и жаловаться. Спасибо. Спасибо. Спасибо.